Всех с приближающимся праздником. И то, что я хотел сегодня с вами сделать, это обсудить о году, а может быть даже не столько обсудить о году, а как отношение мудрецов к празднику Песах, как призыву борьбы за свободу. И для того, чтобы включиться в атмосферу нашего урока, я приготовил для вас стих, который, может быть, кто-то уже знает, поскольку я опубликовал его. «Эта ночь необычна, но что в ней такого? Дело только в маце и в соленой воде. Неужели не будет ответа иного? Неужели запутался он в бороде? Этой ночью над нами проходит наш Бог. Он хранит наши души и дома порог. Мы рождаемся снова и смотрит на нас этой ночью спокойный, божественный глаз. Разве дело всё только в маце и в воде? Разве можно ответы искать в бороде? Так что я предлагаю взять такой нетривиальный курс и постараться понять проблему наших мудрецов. Заранее могу сказать вам, что основным вопросом, который волновал наших мудрецов, и это вполне понятно, это как быть в Галуте. Можно ли пережить Галут? Нам кажется этот вопрос очень странным. Мы сегодня вышли из Галута, избавились от Галута, живём в земле Израиля, но мы не понимаем одной проблемы, одной очень серьёзной проблемы. Проблема, которая заключается в том, что Галут оставил на нас очень сильный отпечаток, от которого мы сегодня не можем, до сегодняшнего дня не можем избавиться. Один из отпечатков – это страх. Страх перед окружающим, страх перед народами мира, которые нас и в земле Израиля окружают со всех сторон. Их раби Акиба не случайно призывал к служению Всевышнему по любви, а не из страха. А служение Всевышнему в земле Израиля, оно выходит и, скажем, на политический уровень, на уровень принятия решения, как принимаются решения. Они принимаются из страха перед народами мира или они принимаются по любви к Всевышнему, когда главным является духовное развитие народа, главная цель построения храма. И мы понимаем, что если мы смотрим на вещи так, то мы понимаем, что мы до сих пор не вышли четко, не вышли полностью из Галута. Это не значит, что нужно говорить, что мы находимся в изгнании. Если мы находимся в изгнании сегодня, то только по своей воле нужно стремиться преодолеть его в душе. У нас для этого есть все условия. Может быть, наиболее ярким примером размышлений о том, что Галут – это не такое простое дело. Рабство страшно не только тем, что человек находится в зависимости от кого-то и не может выразить свою волю. Это само по себе ему тяжело. Рабство страшно. И тем, что оно проникает в душу, и мировоззрение человека меняется. Меняется настолько, что он уже не свободен мыслить, как свободный человек. Это приводит к тому, что и Тору, ту основу, которая является основой нашей свободы, как говорится, когда Всевышний даровал Тору, то написано, выгравировано на скрижалях, на Харут, а на Нухот. И мудрецы наши говорят, не читай Харут, выгравировано, читай Хирут, читай свобода. Тора дарует свободу мысли, свободу мировосприятия. Возможно ли это сохранить в Галуте, в изгнании, когда человек находится в подчиненном положении, в рабском положении, в тяжелом положении, в зависимости от тех, кто его окружает, и физической зависимости, и не может выразить, не может выразить свое мнение, не может высказать то, о чем он думает. И вот мы с вами обратимся к такой истории Талмуда. Она рассказывает о Хоне Анеагель, Хоне, который чертил круги. Все хорошо помнят эту историю из трактата Таанит, что когда не было дождей, народ Израиля приходил к Хоне Анеагель, и тот молился Всевышнему, причем он чертил круг вокруг себя, и говорил Всевышнему, что он не выйдет из этого круга, пока тот не даст дожди. И шли, и выпадали дожди. Но у Прохони есть еще одна история, которая как раз нам очень и очень интересна в плане нашего разговора. Все дни своей жизни этот праведник раздумывал над словами псалма, и не мог понять их, и не давало ему это покоя. Я, по-моему, не сделал здесь шер, разделение экрана. Окей, давайте мы сейчас попробуем. Попробую я сделать шер, чтобы вы видели тексты, могли его вместе со мной читать. Есть? Видно текст на экране? Текст поднялся на экране? Да, да, видно. Так что кто-то, тот, кто хочет, может следить за текстом. Мы сейчас сделаем чуть побольше. Все дни своей жизни этот праведник раздумывал над словами псалма, и не мог понять их, и не давало это ему покоя. Песни восхождения. Когда возвращался бог пленных Циона, были мы как во сне. И вот спрашивал Хоня Магель, задумывался над тем, 70 лет бавилонского плена представлялись им сном. Он воспринимал этот псалом как рассказ об исходе из бавилонского изгнания. И, по крайней мере, естественно, что псалом говорит о выходе из Египта, но он говорит и о последующих изгнаниях. Также вот он концентрировался на изгнании, возвращении из бавилонского изгнания. 70 лет бавилонского плена представлялись им сном. И сказал Хоня, может ли кто-либо проспать 70 лет, не просыпаясь? Ведь человек видит сон только видит сон только, когда он спит. А так поясняет нам Раши. То есть он говорит, мы были как во сне, в изгнании. А, во сне, значит, мы видели сном, мы видели сон. Сон только, когда человек спит. Значит, изгнание как сон. Изгнание в Вавилоне продолжало 70 лет. И вообще, как бы, символ изгнания – это 70 лет. Так вот, может ли человек проспать 70 лет, спрашивает Хони Магель. Его вопрос понятен. Хони Магель живет в период Елели и Шамая. Он живет в период междоусобной войны между Арестоболом и Гуртанусом, потомками Хашманаев. Это 60-й год примерно где-то до этой эры. Евреи утрачивают свою власть, потому что после этой междоусобной войны к власти приходит Антипатр, который по своему происхождению идумей. Дальше, где-то в 39-м году до этой эры, на престол поднимается сын Антипатра, Ирод, который захватывает власть во всей Иудее. Власть становится явно выраженной нееврейской, дает преимущество нееврейскому населению. Мы чувствуем приближение изгнания. Мыли Хони Амагель, он чувствует приближающееся изгнание, и он спрашивает у Всевышнего, у него спор со Всевышним, он говорит как бы Всевышнему, что ты делаешь с нами, ты отправляешь в изгнание, может ли человек проспать 70 лет, возможно ли это, проспать и проснуться. А что, оказалось бы, какая проблема. И вот Агада продолжает, Агада продолжает и говорит. И понятно, что Хони Амагель волнует не один человек, его волнует народ. Он представляет себе народ, как человека, который отправляется в такую спячку на 70 лет. И что-то его, что-то его волнует, что-то его беспокоит настолько, что он готов спорить со Всевышним, и спрашивает у Всевышнего, возможно ли это, возможно ли, чтобы 70 лет человек проспал, читая как бы в скобках, возможно ли, чтобы народ оказался в Галунте в изгнании и потом вернулся из изгнания. И вот однажды Хони Амагель шел по дороге и увидел человека, который сажает стручковое дерево. Через сколько лет это дерево дает плоды? Спросил его Хони. Ответил тот через 70 лет. Спросил его Хони, и ты уверен, что ты проживешь 70 лет. Сказал ему тот человек, когда я вошел в этот мир, нашел в нем стручковое дерево, и как отцы мои посадили для меня, так и я сажаю для сына моего. И присел Хони Амагель, поесть хлеб, и охватила его дрема, и проспал он 70 лет. Говорится, что Всевышний наклонил над ним скалу. Мы уже понимаем, что речь идет об ответе Всевышнего Хони Амагелю. Ты спрашиваешь, можно ли проспать 70 лет. Я тебе покажу, что человек проспит 70 лет, и ничего не изменится. Так и народ может оказаться в Галунте, в изгнании, и потом он вернется в изгнании, и все будет по-прежнему. То есть народ сможет подняться на высокий духовный уровень, восстановить себя и так далее. Хони, как многие праведники, и как пророки, он спорит со Всевышним, заступается за еврейский народ и хочет доказать как бы Всевышнему, что их знание невозможно. У вас Всевышний опускает на него сумму. На канал он проснулся, он видел человека, собирающего плоды, с того самого мастуршкового дерева. Спросил его, ты посадил это дерево? Сказал он ему, я его внук, внук того, кто посадил дерево. Дальше рассказывается о том, что Хони говорит, что кажется, я прошпал 70 лет, и вот он приходит в дом учения, и мудрецы в доме учения говорят, сегодня какой-то ясный день, все очень ясно и понятно. Старые и пожилые люди совсем говорят, сегодня такой день, когда Хони приходил в Бэтмитраж, и все становилось сразу ясно и понятно. Хони говорит, я Хони, ему никто не верит. Он начинает объяснять им Тору, они не понимают, о чем он говорит. Тогда Хони выходит на улицу и говорит Всевышнему, ох и врунтово метута, или дай мне с кем говорить, или смерть. Смысл этой годы, и смысл этой годы выражает опасения мудрецов относительно приближающегося Галута, изгнания. Сохранить себя физически, наверное, народ сможет. А вот сможет ли он сохранить себя духовно? Сможет ли он сохранить традицию? Сможет ли он сохранить Тору? А главное, сможет ли он сохранить дух Торы? Это большой вопрос, это спор между мудрецами. Сразу образуются как бы две линии, две линии в споре или две позиции в споре между мудрецами. Одни считают, что нужно сделать все возможное для того, чтобы изгнание предотвратить. Бороться за свободу до конца, поднять восстание, бороться с Римской империей, противостоять ей с Меферут-Нефиш, с самопожертвованием. И тогда с небес помилуют. С небес помилуют, будет милость небес, и от народа ожидается только самоотверженная борьба. Другие мудрецы говорят, что лучше склонить голову и пережить те годы изгнания, которые подходят, приближаются и сохранить народ. Образуется, возникает школа Шамая и школа Илеля. И школа Шамая, она считает, что нужно идти на все для того, чтобы сохранить духовность народа, что в Галуте и знание это не будет невозможно. А школа Илеля считает, что нужно пригнуть голову и передвигаться, подчиниться власти и передвигаться с ней спокойно, стараясь сохранить то, что возможно. И мы с вами, если бы нас спросили, какой школе принадлежит, какой школе ближе Хони-Маагель, я думаю, что мы бы с вами сказали, как вы считаете, какой школе ближе Хони-Маагель. Безусловно, школе Шамая, которая считает, что сохранить духовность в изгнании невозможно, что может произойти нечто ужасное, что формально все останется прежним, тем же самым, и даже сохранятся школы учения, и будет передача традиций из поколения в поколение, но уйдет дух, люди перестанут понимать, чем они заняты, они потеряют тот дух, который был в Торе, настолько, что великий учитель пытается объяснить, что-то, он не сможет найти отклика в их сердцах. Это опасение Хони-Маагеля с Холи-Маагеля, который упоминается в трактате Таанит, и который, как мы понимаем, он гораздо ближе к школе Шамая. С этой проблемой мы встречаемся мы встречаемся и в Агаде. Агаду мудрецы писали, мы понимаем, что в пасхальный вечер есть обязанность рассказать об исходе из Египта, расскажи сыну своему, но мудрецы, составляя текст Агады, текст этого рассказа, где-то в начале третьего века этой эры, они в основном отразили в нем скрытым образом, как люди, которые находятся под чужой властью, под властью Римской империи. И как мы понимаем, в начале третьей эры, в начале третьей эры, память о восстании Барковбы, она еще очень сильна у римлян, которые потеряли три легиона, потеряли в Иудее, они были расставлены, они перестали существовать, в большей части их погибло. И память об этом восстании, она сильна у римлян, и никакое упоминание о борьбе, о свободе напрямую, оно невозможно. однако мудрецы дали нам намек, что Песох, праздник Песох, это не только воспоминание о выходе из Египта, это призыв к борьбе, призыв к свободе, призыв к возвращению в землю Израиля, из изгнания. И эти слова могут казаться бездоказательными, если мы с вами не откроем саму Агаду и не посмотрим, о чем разговаривают мудрецы, о чем они ведут разговор. То, что я скажу, может быть, начало, оно как бы многим известно, но мы с вами продолжим и постараемся найти глубокие какие-то вещи. Так, что мы делаем? Мы с вами открываем текст, мы с вами открываем тексты годы. Так, сейчас, тексты годы, как он у меня куда-то мог пропасть и деться, одну секунду. Так, открываем пасхальную обыду, находим с вами. В качестве примера, как следует проводить пасхальный вечер, нам приводится такое заседание мудрецов в Бнеебраке. Вот, что случилось однажды с Раби Леазаром, Раби Ашу, Раби Леезаром, Геназарием, Раби Акивием, Раби Тарфоном. Да, они сидели на седаре в Бнеебраке и рассказывали об исходе из Египта всю ночь, пока не пришли их ученики и не сказали им, учителя наши, настало время утренней молитвы Шма. Вы хорошо знаете, что эти великие мудрецы собираются у Раби Акива, который по своему статусу был несколько ниже, чем они. Мы здесь видим Раби Акива и видим упоминание о Бнеебраке. Бнеебрак это город Раби Акива. Мы четко знаем в каком городе кто был из мудрецов. Например, Раби Раби Бнеебраке Бнеебраке его место это Лот и так далее. Бнеебрак это место Раби Акива. И не случайно указано, что они все сидят в Бнеебраке. То есть эти учителя приходят к Раби Акива. Он по своему статусу. Он ученик. В праздник полагается, чтобы ученик приходил к своему учителю если нет храма. Мы понимаем, что речь идет о том времени, когда храма уже нет. У ученику можно приходить к учителю. Он приходит к шхене к Божественному присутствию, когда он сидит и слушает своего учителя. А тут получается, что учителя приходят к ученику. К Раби Акива в Нейбрак приходит Раби Ашу, у которого Раби Акива учился, Раби Лезар, у которого Раби Акива учился, приходит Раби Тарфон, о котором говорится, что он был на голову выше всех в своем поколении, Раби Азар-Беназария, глава Сангедрина. Приходят все они к Раби Акива. И мы понимаем, что приходят они к Раби Акива, потому что Раби Акива, он, если так можно сказать, планирует, готовит восстание. Естественно, он не хочет это делать один, и никогда не делал один. Ему нужна поддержка мудрецу. Но он выходит на такой уровень руководителя поколения именно потому, что он возглавляет борьбу с римлянами, он готовит восстание, которое впоследствии будет известно как восстание Барховбы. Восстание готовилось больше 20 лет, около 30 лет проходила подготовка восстания. И, безусловно, все это время и обсуждался вопрос, возможно ли это восстание, приведет ли оно к победе. И обсуждался вопрос, нужно ли это восстание, если даже оно не приведет к победе. В конце концов, все мудрецы пришли к мнению, что восстание необходимо, и об этом рассказывает Агада. Видим ли мы это в ней? Постараемся увидеть. И вот первый момент, то, что все учителя приходят к Рабе Акиба, признавая его ведущую роль. Рабе Акиба мы можем легко доказать, что он придерживается школы Шамая. Если мы заглянем в трактат Хагига, то мы там с вами увидим, что Рабе Акиба в споре о том, что было сотворено первым небо или земля, он придерживается мнения, что первым было сотворено небо. Такое уже мнение придерживается школа Шамая. Нет, к сожалению, возможно сейчас рассмотреть этот вопрос подробно, это очень красивый момент, но, по крайней мере, такой внешний признак. Рабе Акиба считает, что небо было сотворено с первым, так же, как школа Шамая. Мы уже сразу как бы вычислили его направление. А вот что мы будем делать с, например, с Раби Тарфоном? В какой школе относится Раби Тарфон? Какую линию он изначально принимает? Давайте попробуем выяснить этот момент. Берем с вами, открываем в третью мишню в трактате «Броход», и читаем с вами «Школа Шамая говорит, вечером все должны читать Шма». Отрывок из Торы Шма вечером как положено прочитать Шма все должны читать преклоняясь, склоняясь, наклоняясь, садясь, но как-то облокотившись или буквально лежа. Если человек стоит, то ему нужно лечь. И даже хорошо лечь нужно лечь для того, чтобы прочитать Шма. Это школа Шамая. А утром стоя, утром человеку нужно встать и прочитать Шма. И высказано «и ложась, и вставая». И школа Шамая понимает буквально «ложась». значит, нужно нужно прилечь вставая, нужно встать. Мы не будем вдаваться в спор подробно, к сожалению. А школа Елена говорит, каждый читает по своему, по своему обыкновению, и высказанно, и идя по дороге. То есть не обязательно ложиться и вставать, ложась и вставая, это говорит о времени, но не говорит о том движении, которое должен человек сделать для того, чтобы прочитать «Шума Исраэль», «Слушай, Израиль, Бог наш, Бог один». Нет обязанности делать какое-то специальное движение, потому что даже идя по дороге можно исполнить эту заповедь, прочитать вечером «Слушай, Израиль, наш Бог Бог один». Это позиция Елены. Теперь рассказывает Раби Тарфон. Сказал Раби Тарфон, «Однажды находясь в пути, я преклонился читать Шума». Раби Тарфон ехал на осле и он слез с осла для того, чтобы прилечь и исполнить заповедь чтения «Слушай, Израиль, Бог наш, Бог один». Исполнить эту заповедь вечером он прилег согласно школе Шамая и подвергая опасность и подвергся он опасности из-за разбойников. Пришли разбойники и чуть не убили его. Ответили ему, мудрецы ему сказали, «Ты заслужил наказание, ибо приступил установление школы Гелиля». Дело в том, что после разрушения храма, после достания 68-го года мудрецы собрались в Ядны, и первое, что они сделали, они утвердили школу Гелиля и запретили школу Шамая. настолько, что они сказали, что тот, кто делает по школе Шамая, он вообще не исполнил заповедь. Здесь они говорят более о Раби Тарфуне. Ты сделал по школе Шамая, так ты из-за этого ты подвергся опасности, небеса тебе поставили опасность для того, чтобы показать тебе, что ты делаешь неправильно. Давайте представим себе, о чем здесь и о чем идет здесь речь. Конечно, понятно, что явно после разрушения храма школа Гелиля была сделана главной, а школа Шамая была запрещена. После поражения восстания не о чем было говорить, невозможно было проводить линию, которая призывает к борьбе со свободой, со свободой, по самопожертвованию. Взяли ту линию, которая призывает пригнуть голову и пройти изгнание очень спокойно и очень аккуратно той школы Гелиля. И мы видим, что Раби Тарфону на школу Шамая, мы понимаем, что зачем он пришел к Раби Акива или с чем он пришел к Раби Акива. Понятное дело, Раби Акива он сам из школы Шамая, Раби Тарфон из школы Шамая, они будут говорить о самоотверженной борьбе за свободу в любом случае, так как Галут невозможен. Изгнание, по их мнению, невозможно. В изгнании народ может сохранить себя физически, но он не может сохранить дух, духовность, он не может сохранить ту Тору, которую они знают, о которой они мечтают, Тору, пронизанную смыслом, Тору, пронизанную духовностью. Эту Тору сохранить в Галуте невозможно, и борьба просто неизбежна, борьба просто неизбежна, она не должна быть самоубийством, не дай Бог, нужно думать, как и когда поднять восстание, но и даже риск он оправдан. Он оправдан. Это позиции школы Шамая, позиции Раби Акива, позиции Раби Тарфон. Теперь очень интересно, что те постановления мудрецов, которые кажутся нам, представляются какими-то формальными или какими-то формальными выводами и историями, вот там ковыряние в чем-то, вот он ложится, это ложится, это он действительно должен лечь или это, только о времени, когда человек ложится, идет идет речь, прочитать, естественно, можно и так, и так. Понятно, что здесь заключен глубокий смысл и глубокая идея. Шма Исраэль, слушай, Израиль, это военный клич. Кроме всего прочего, кроме того, что это утверждение веры, мы можем посмотреть, это военный клич, с ним выходили в бой. и мы можем с вами убедиться в этом, если заглянем в книгу Ивашу и в комментарии Раши в войне против Клиштин, сыновья Израиля выходят со Шма Исраэль в бой. Шма Исраэль это военные клички, и понятно, что хотел сказать Раби Тарфун, почему он так придерживался школы Шамая в этом вопросе, почему он говорил, я обязательно лягу, когда я читаю Шма, и я обязательно встану, когда я читаю Шма. Почему? Понятно, потому что Шма Исраэль как призыв, как военный клич, я хочу, считаю, обязанным связать его с действием непосредственно непосредственно от военного клича, я хочу, как говорила школа Шамая, чтобы была такая мысль, чтобы она была утверждена, чтобы она была утверждена и на уровне сознания, и на уровне подсознания, когда ты говоришь Шма Исраэль, это не просто сказал, сказал, да, это сразу же переходит к действию, к борьбе, к борьбе за свободу, да, это позиция Раби Тарфона, и мы с вами можем легко догадаться, с чем он пришел к Раби, к Раби Акиба, да, вот, интересно, интересно и безусловно позиция Раби Азар Бен Азария, который говорит, здесь продолжает говорить, понятно, что он глава Сангедрина, ему предоставляют слово, и он, ему предоставляют слово, но он говорит последний, наверняка, да, он делает вывод, после того, как все высказались, да, Раби Азария, Азария, заметил, да, мне уже, мне уже 70, вот я как 70-летний, это правильный переговор за годы, да, но я не удостоился того, чтобы мне объяснили смысл, не объяснили, не привели причину, почему об исходе из Египта следует говорить, следует упоминать исходы из Египта и по ночам, пока не сказал мне Бен Зума, не растолковал мне этот момент, да, ведь сказано, дабы понимал ты день, дабы ты помнил день исхода твоего из Египетской во все дни жизни твоей, дни жизни твоей это только дни, все дни жизни твоей также и ночи, мудрецы толкуют иначе, дни жизни твоей в мире это, а все дни жизни твоей и когда придет машина. Мы, опять же, к сожалению, нету возможности вникнуть во все подробности и во все детали, но прежде всего мы представим себе Равель Азар Бен Азария, Лагусы Недрина на тот момент, он был молодым человеком, 18 лет, и он говорит, я как 70-летний, все хорошо помнят историю, что когда его хотели сделать главой Седрина, он пришел домой и рассказал об этом жене, и жена ему сказала, ну, что же ты такой молодой будешь управлять пожилыми старцами, это неуважение к себе, неуважение к ним, на утро Равель Азар Бен Азария проснулся весь седой как 70-летний, да, и как бы проблема снялась, претензии его жены, не согласия его жены уже не существовало, потому что проблема решилась, и он стал главой Седрина, да, это все хорошо и замечательно, но если мы сравним это с Хонием Агель, с рассказом о нем, то мы поймем, что здесь скрыт еще один смысл, да, Равель Азар Бен Азария, Равель Азар Бен Азария, он, если так можно сказать, с легкостью, спит 70 лет, встает, он посидел, да, но ничего не случилось, встал и пошел, да, это рассказ, да, не столько о том, что произошло в действительности, что произошло в действии, как это рассказ, который намекает на позицию Равеля Азара Равеля Азара Бен Азария, его позиция, в отличие от позиции Хонием Агель, его позиция, что и знание пережить возможно, встанешь, как 70 лет, ну хорошо, посидим, но пошел дальше, да, ничего не изменилось, это его изначальная, это его изначальная позиция, так что изначально он вряд ли был согласен с Рави Акива, готовившим восстание Баркоба, однако мы здесь видим, что он меняет свое, он меняет свое мнение, изменяется время, мы знаем, что Адриан превращает Иерушалаем, начиная со 115-го года этой эры, император Адриан превращает Иерушалаем вель Капитолина, возводит капище Юпитера Капитолийского на том месте, где стоял храм, и сегодня можно представить следы остатки этого капища Юпитера Капитолийского на месте храма и горы, то есть есть некоторые остатки археологические, которые указывают на это. Весь город Иерушалаем превращается в Эль Капитолина, мы сегодня видим в старом Иерушалаем, в старом городе строительство Адриана, мы видим улицу Карда, основную улицу, которая со множеством колонн, со множеством магазинов, которые проходят через центральную часть города по прямой линии и так далее, и так далее. И, конечно, нам сегодня, людям, которые готовы терпеть мусульманское владычество на храме и горе, готовы терпеть разрушение и уничтожение археологических следов столь важных для нас археологических следов храма и недавнее, скажем, овладение мусульманами ворот милости, которые некоторые считают, что они еще, их основание стоит со времен царя Шламо, со времен первого храма. Мы сегодня это проглатываем как-то довольно довольно спокойно. Ну, что там, как там, пошумели, что и все, и мы видим, что храмная гора фактически не в наших руках. Для людей того времени это было невозможно, это было хуже, не дай Бог, не приведи Господь, сожжение Торы, осквернение Торы, осквернение Тфилин и их глаза превращение Ирушалаем по возведению капища и Питера Капиталийского, оно было оскорблением Всевышнего, которое невозможно было перетерпеть. Для того, чтобы понять ощущение людей того времени, неплохо бы, тот, кто, может быть, несколько подзабыл, познакомиться с Иосифом Клавием, Иосифом Клавием иудейские, с его книгой «Иудейские войны». Там он описывает, насколько евреи были готовы пожертвовать собой не один, не два, а десятки тысяч пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы превратить осквернение храма. Итак, речь о том, что ситуация изменилась, и Рабеля Азарбин меняет свое мнение. Как мы понимаем, что он меняет свое мнение? Он принимает позицию Бензума. Как он ее принимает, сейчас мы с вами постараемся посмотреть, но прежде всего давайте попробуем с вами выяснить, а кто же такой Бензума в смысле его позиции, его отношения к Галуту, к изгнанию. Бензума, он ученик Раби Акиго. Это еще не говорит о том, что он обязательно должен придерживаться, как же сегодня сказали, таких крайних правых взглядов, как Раби Акиго, но мы можем прочитать про него рассказ, историю, который приводится в нескольких местах и перешит Раба и в трактате Хагига и убедиться в том, что его позиции близки к Раби Акиго. Однажды Раби Ашоу Бенхананья, тот самый Раби Ашоу, который упоминается у нас здесь в Гадеем и о нем речь дальше, стоял на храмовой горе и увидел Бензума, сказал ему, откуда и куда Бензума, то есть куда ты, куда ты, откуда ты идешь и куда ты идешь. Понятно, что в этом вопросе есть под текст, под смысл, так сказать, но дело не в этом. Ответил ему, вглядывался в разрыв существующий между водами верхними и водами нижними и вот расстояние между ними равно толщине трех пальцев. Сказал Рафаха Бар-Яаков, один из мудрецов, они отстоят друг от друга на толщину нити. Что здесь принципиального? Неужели это схоластика, когда занимаются тем расстоянием между небом и землей? Насколько они стоят от друга? Соприкасаются они где-то или нет? Дело в том, что, скажем, два взгляда на вещи, школы Шамарии и школы Еделя, они также принципиально отличаются вот в каком вопросе. Есть ли связь между небом и землей? Есть ли связь между небом и землей? Я прошу прощения относительно. Мы с вами говорим, что школа Шамая считает, что или, по крайней мере, видит вещи так, тут нужно относиться образно к этому моменту, она видит, что небо и земля разорвались, связь с ними разорвалась после разрушения храма. И как бы вывод Шамая, что невозможно будет сохранить духовность, когда земля оторвана от неба, небо как бы не влияет на землю, а на земле невозможно самим, своими силами сохранить духовность. Какой вывод? Вывод предотвратить изгнание всеми силами, по крайней мере, сделать все возможное для того, чтобы его и предотвратить. Школа Елеля видит, что после разрушения храма небеса и земля остались все-таки соединенными. Остались все-таки соединенными или, как мы здесь видим, вот расстояние между ними, но очень маленькое, очень маленькое расстояние, как бы Бензома видит разрыв, а Раби Иошуа, как об этом свидетельствует трактат Хагига, он видит связь между небом и землей после разрушения храма, и значит есть возможность продолжать пережить Гаут и сохранить духовность. Так что мы теперь понимаем с вами, что Бензома, который видит разрыв между небом и землей, он также относится к школе Шамая и в его позиции сомневаться не приходится. Мы сразу видим, что Рабиазан Берназария говорит, я что-то не понимал, а вот Бензома мне объяснил, что же он мне объяснил, что истории, непосредственно истории, не по восстановлению мудрецов, не по каким-то другим причинам непосредственно истории, есть заповедь упоминать об исходе из Египта, об исходе из Египта ночью. Но ни у кого нет сомнений, что упоминание об исходе из Египта это призыв к свободе, призыв к борьбе. Понятно, что утром такой призыв может быть историей. Утро символизирует время, начало избавления. И поэтому можно легко сказать, что утро, которое символизирует начало времени избавления, вот тут нужно сделать все возможное, чтобы освободиться и чтобы так сказать продолжить исход из Египта, возродить исход из Египта, воспользоваться силой от того освобождения, которое даровал нам Всевышний в Египте и продвинуться дальше, добиться свободы. Это в утреннее время, которое благоприятно для скажем, для освобождения, когда ты видишь, что освобождение приближается, как бы в самой природе приближается освобождение. А вот ночью, когда нет никакой надежды, нужно ли упоминать об исходе из Египта. Рабель Азар Беназар считал, что истории такого постановления нет. Может быть, мы упоминаем как традиция, но истории нет такой заповеди. А вот Бензама объяснил ему, что и ночью нужно упоминать об исходе из Египта обязательно и ночью, то есть самое трудное время должен звучать призыв к освобождению. То есть мы понимаем, что Рабель Азар Беназар который здесь является главой этого собрания, потому что он глава Сангедрина, несмотря на то, что это происходит в Бензаке в гостях у Рабель Акиба к нему пришли, Рабель Азар Беназар подводит черту. Он говорит, что мы тут собрались, обсудили, и те, кто сомневался и придерживался даже сегодня другого мнения, пусть он посмотрит и представит себе, что творится на Храмовой горе, представит себе капище Юпитера Капиталистского на Храмовой горе и присоединится и примет то мнение, что в восстании борьба с Римской империи неизбежно. Теперь остался у нас Раби Ашуа Бен Ханаги. Можно сказать, что Раби Лезар Бен Урканус, который здесь упоминается, он учитель, основной учитель Раби Акиба и его называют Шамути, то есть человек, который клонится к школе Шамая. Его мнение здесь тоже в этом собрании практически очевидно. Мне очень жаль, что нет возможности разобрать подробно и рассказать все истории про Раби Лезар Бен Азария, которые указывают на его позицию. Но вот скажем, возьмем только одно мнение, может быть, из трактата из трактата Шаббат. В трактате Шаббата обсуждается, может ли человек в субботу выходить с оружием. Мы знаем, что нельзя переносить ничего, даже то, что повешено на тебе, кроме одежды и украшений. Раби Азар Бен Азария, в отличие от других мудрецов, он говорит, что оружие это украшение. И поэтому нет никаких проблем выходить с оружием в субботу. Его мнение не принято с точки зрения Галахи, то есть тех местах, где нет опасности. Там, где есть опасность, понятно, можно выходить и нужно выходить с оружием. Но там, где нет опасности, не выходят с оружием. Его мнение не принято как Галаха. Но его мнение указывает на его позицию. Раби Азар Бен Азария считает, что оружие это украшение, это гордость. И понятно, что гордость не как сережки, не как золотой пояс, не как часы, а которые указывают на готовность человека бороться за свою свободу. Так что мнение Раби Азар Бен Азария тоже мы можем представить себе в этом собрании. Тот, кто категорически был против восстания, которое назревало в 115 году, я напомню, что восстание Баркова это 132-135 год, в 115 году в Иуде назревало восстание. Раби Ашуа всей душой переживал за сыновей Израиля. после разрушения храма в 1968 году он ездил в Рим и выкупал пленных. Он нашел в плену внука первосвященника внука первосвященника Раби Ишмаэля и выкупил его и привез его в Израиль. Его душа болела за еврейский народ. Он всегда призывал не связываться и не конфликтовать с римлянами. в 115 году это год восстания в странах растения Мерет Туфутсот называют в еврите. Посюда вспыхнуло восстание в Израиле его не было. Раби Ашуа погасил его. Он обратился к сыновьям Израиля и сказал, что вот был лев. Дело в том, что Андриан обещал построить храм, а вот вместо храма он повернул в сторону строительства Эль Капитолина и назревало восстание. Раби Ашуа рассказал притчу, что вот был лев и цапля застряла кость в горле у льва и он обещал цапле награду, если она ее вытащит. Цапля вытащила, а награду не получила. Когда она стала возмущаться, лев сказал ей, будь довольна, что я тебе не откусил голову. Раби Ашуа говорит, так и мы. Нам что-то обещал этот народ ужасный и страшный. А теперь, когда у нас отобрали награду или, скажем, не исполнили обещание, мы будем доставать как цапля против льва. И поскольку он был колоссальным авторитетом и к нему прислушивались, то восстания в Иуде не было. Но здесь одно то, что он пришел к Раби Акину свидетельствует о том, что Раби Ашуа скорее всего поменял свою позицию. Надо сказать, что ни Раби Льезов, ни Раби Ашуа они до самого восстания не дожили, поэтому эти события происходят как мы можем представить себе за какое-то время до исхода. Зачем это то, что происходит в Нейбраке, и мы понимаем, что слова Раби Азар и Назар еще раз подчеркиваем, что это подведение черты. Если даже кто-то сомневался, то не стоит сомневаться. Призыв к свободе должен звучать и ночью, то есть самое трудное и самое тяжелое время, когда кажется, что борьба невозможна, и в это время должен звучать призыв к свободе. И нужно представить себе, что мы как бы не всегда это понимаем, не всегда это понимаем, и что восстание Барковы оно спасло нас. Спасло нас духовно. Народ, который борется за свободу, и народ, который не борется за свободу, это два разных народа, и не только в плане национальной гордости, тех сил, которые сохраняются в душе у народа, это другой народ, и в плане восприятия Торы. Возможно, что Тору в Галуте нам и не удалось в этом плане, скажем, в плане восприятия Торы, возможно, Тору в полном ее величии нам не удалось сохранить в Галуте, но сам свет этого восстания, борьбы за свободу, он нам дает возможность сегодня восстановить и вернуться к истинному пониманию Торы, к такому пониманию, которое затрагивает нашу душу, к такому пониманию, которое не оставляет нас равнодушными к тому, что происходит с нашим народом, к тому, что происходит с землей Израиля и к тому, что происходит на Храмовой горе. Последнее, что я хочу отметить с вашего разрешения, это то, что этот спор не утив и после поражения восстания Баркопы, этот спор между мудрецами продолжался, и вот жалко, у нас мало времени, но здесь несколько интересных моментов, я вижу, что один момент, может быть, он не такой уж принципиальный, но очень интересный, я его пропустил, но неважно. Давайте мы с вами сначала вот эту мысль постараемся подчеркнуть, что разговор, так сказать, разговор о свободе, о борьбе за свободу, он не прекратился и после поражения восстания Баркопы. И вот в фрактате Шаббат на 33-м листе рассказывается, разговаривали между собой раби Иуда Барилай, раби Юсей, раби Шимон и раби Иуда Бен Гирим. Как пишет замечательная книга Тон-До-Тулам, этот разговор происходит где-то лет через 25 после восстания Баркопы, когда римляне начинают предпринимать первые шаги для того, чтобы восстановить провинцию Иудею, которая находится в страшном запустении после тех невероятных преследований, которые были в Иуде с основной римской власти, римской администрации, преследований еврейского населения, в основном тех районов, которые приняли участие в восстании Баркопы. И вот такой разговор лет через 25 после восстания раби Иуда Барилай, раби Юсей, раби Шимон и раби Иуда Бен Гирим. Раби Иуда сказал, «Как прекрасны дела этого народа». Он говорит о римлянах, что их дела прекрасны. Когда кровь еще не высохла, кровь не впитала, земля не впитала кровь, он говорит о том, что их дела прекрасны. Я говорю это не к тому, чтобы вас ждать мудреца, а для того, чтобы понять его позицию и понять позицию других этого народа римлян. Они построили рынки, навели мосты, построили бани. Раби Юсей промолчал на эту реплику раби Иуда Барилая. Раби Шимон Барихай ответил так. Все, что они делают, они делают только для себя. Они построили торговые центры, чтобы там можно было найти развратных женщин, бани, чтобы углажать себя, мосты, чтобы собирать пошлины. Раби Уда Бен-Герим рассказал об этом разговоре. Совершенно как бы принято рассказывать о мнении мудрецов, он не понял, что об этом не стоило рассказывать. Если мудрецы собрались в ноябраке к Раби Акиве и сидели при закрытых ставнях, пока не пришли к ним ученики и не сказали, что пришло время читать Шма, то есть поднялась утренняя заря, также через 25 лет нельзя было рассказывать о том, что мудрецы говорят о римлянах, обсуждают в закрытом кругу. Раби Иуда Бен-Герим не понял это. И этот разговор стал известен властям. Так сказали римские правители. Иуда, который хвалил, удостоится почести. Иосей, который промолчал, отправится в изгнание. Шимон, который признительно говорил о римлях, будет казнен. Мы понимаем, помним с вами, что Раби Шимон Барюхаю пришлось убежать, и он 13 лет скрывался в пещере вместе со своим сыном. то есть мы видим, что спор продолжался и дальше. И даже в самое тяжелое время, время преследований, Раби Шимон, Барюхай не мог смениться с римским господством. И понятно, что он не мог смениться не только потому, что душа не принимает, а потому, что он читал, что выжить духовно под римской властью, под римским диктатом совершенно невозможен. Здесь я остановлюсь и оставлю время для вопросов. А поскольку мне очень трудно соотнестись с Фейсбуком, который у меня работает, то я его с вашего разрешения слушателя отключу. Если будут там заданы какие-то вопросы, то я отвечу на них потом. Спасибо за внимание тем, кто присоединился к Фейсбуку. В следующий раз присоединяйтесь к римону. Как с вами? А пожалуйста, с вами я как бы остаюсь и готов выслушать ваши вопросы, если что. Мы сейчас сделаем, вернемся. В последнее, никаких вопросов не набралось. Но тогда с вашего разрешения я постараюсь подчеркнуть несколько моментов. То, что я постарался вам сегодня изложить, мне кажется, это очень важно не только для праздника Песох, а для понимания нашей традиции, для понимания того, о чем говорят мудрецы, понимания того, что за какими-то, может быть, формальными действиями, которые кажутся совершенно неважными, скрывается, скрывается глубокий смысл и всегда, всегда скрывается призыв к свободе. Одни считают, что свобода духовная, она неразрывно связана с постоянной борьбой за свободу физическую, другие считают, что духовную свободу можно сохранить, как бы закрывшись в темной комнате и дождавшись нового дождавшись нового времени. Можно принять позиции тех и тех, тем и тем отнести с уважением обязательно, но нужно понимать, что нужно понимать, что паскальная года это призыв к борьбе за свободу и за возвращение в любом случае соглашаться, что есть необходимость вернуться к истинному пониманию Торы, пониманию Торы, который затрагивает нашу душу, который раскрывает смысл и уходу от формальности, только от формального соблюдения заповедей. Это то, что мне бы хотелось рассказать. Теперь, пожалуйста, есть еще одна возможность задать вопросы. Вот я вижу в чате. Как пропустить каждому выход, как не пропустить каждому выход из своего Египта? Как не пропустить выход? Значит, то, что не пропустить выход из Египта? Момент исхода из Египта? Если можно, какие признаки Египта? Я бы сказал, я бы сказал, что Монстедов говорит не только о Египте, а вообще о Галуте и о рабстве. И для того, чтобы выйти из Египта, выйти из Галута, нужна большая духовная работа для каждого и каждого и для всего народа. Прежде всего, как мы с вами, может быть, говорили на других занятиях, раб мыслит иначе. Раб не может себе представить что-либо кроме горшка с мясом, который его ожидает вечером. и он откажется от любой другой мысли, потому что она представляет опасность. Вот он выскажет какую-то мысль более высокую, чем горшок с мясом, это услышат египтяне и ему достанется. Раб не видит возможности изменить то состояние, в котором он находится, не видит возможности изменить свое положение. у раба нету не только времени, у него нету желания искать смысл. Какой смысл он будет искать в том положении, в котором он находится. Раб убеждает себя в том, что то положение, в котором он находится, оно нормально и нормально. От всех этих моментов необходимо уйти, необходимо мечтать, необходимо видеть перспективу, необходимо стремиться к тому великому будущему, о котором говорят пророки. Необходимо действовать не из страха, не из страха перед окружающей средой, а по любви, по любви по Всевышнему. Не отказываться от своих идеалов, не отказываться от своих принципов. Мы не живем сегодня во время Раби Акиба, во время римского диктата. Нам гораздо легче отстаивать свои принципы, бороться за идеалы, мечтать, видеть будущее, представлять себе, как мы можем изменить то состояние, в котором мы находимся. Нам это гораздо легче сделать, чем во времена Раби Акиба. Я не говорю самому Раби Акиба, но во времена Раби Акиба. Так что мне представляется, что духовная борьба, борьба за освобождение, возвращение к истинным ценностям, скажем, возвращение к истинным ценностям, понимание того, что земля Израиля и храм это величайшие ценности, а не только материальное выгодополучие. Мне кажется, что это безусловно очень важно. Вот приведу, скажем, на примере, может быть, на отрицательный примеры приведу, как бы постараюсь объяснить себя. Я помню свои, помню разговоры в период, помню разговоры в период Осла со своими соседями. Один из соседей, человек, в общем-то, религиозный, убеждал меня, что договор Осла принесет благополучие. Что ты хочешь, он мне говорил, здесь будет Швейцария, то есть у человека в голове не святой земли Израиля, не обязанность, не заповедь, которую на нас возложил Всевышний восстановить нашу власть, у него в голове благополучие, он представляет материальное благополучие, он представляет себе, что отдав кусок земли арабам, мы добьемся материального благополучия. может быть, сегодня это звучит несколько смешно, но в то время многие люди думали таким образом. Это пример рабской психологии, горшка с мясом по сравнению с стремлением к великой духовности, пониманию того, что обладение землей Израиля, превращение ее по сравнению на ней справедливого общества, оно осветит светом Всевышнего весь мир. Этого нету, этого в мозгах нету, представить невозможно. Почему? Пророков не учил, ближе, всю жизнь проработал в банке, Тору не учил. Несмотря на то, что кипа на голове нету представления о высокой духовности. похожий разговор был у меня и в тот же период еще с одним человеком, который религиозный человек и образованный и работал на работе, которая требует больших мозгов. И вот после взрывов автобуса он мне говорит, что они нам делали. Взрывы автобуса были после воздуха, как вы помните. Что они нам делают? Я его спрашиваю, а что ты думал? Он говорил, я думал, мы отдадим им землю, и они успокоятся. И это, говорит, религиозный человек. Это рабство, это страх, это непонимание великой духовности, это непонимание истинных ценностей, которые, к сожалению, господствуют сегодня в нашем обществе. Так что выходите, из Египта нужно, развивая свои мозги и развивая свою душу. А это непросто. Примером может быть изучение пророков, проникновение глубоких пророков, то, что мы до сих пор не сделали, развитие еврейской культуры и культуры на основе еврейских ценностей, все, что может помочь нашей душе реагировать на окружающий мир, особенно на ту святость, которая в нем есть, это, на мой взгляд, и есть исходы из Египта. Как его не пропустить? Скажем, в шутку, в шутку можно сказать, что мы уже пропустили, что поезд уже движется, нам надо его догонять. Надеюсь, что мы еще можем догнать его в такой бешеной гонке по перрону за поездом мы еще можем догнать его. Так, всегда очень переживаю и скучаю по занятиям с вами, если пропускаю их. Огромное спасибо ради этого и стараюсь, чтобы вы переживали и скучали, если пропускаете. где можно прочитать ваши объяснения. К великому сожалению, есть несколько книг, которые я не смог закончить, есть книги, которые лежат на компьютере 25 лет, но если вы мне пришлете на почту, на мою почту пришлете свой адрес почтовый, то я вам сброшу то, что я смогу, то куски, которые доработаны, я постараюсь вам сбросить, чтобы вы могли прочитать. Песах скачок с одного уровня на другой. На какой уровень еврейский народ должен сделать скачок с сегодняшнего уровня, чем беременен настоящий Израиль? Скажем, мне кажется, что я попытался ответить на это уже. Возможно, есть какие-то другие моменты, очень серьезные. Мне кажется, это прежде всего скачок понимания и скачок изменения ценностей, приоритета ценностей, как говорят. И я бы сказал, развитие чувствительности к святости. Вот три момента. Это тот скачок. скачок понимания, поиска смысла, чувствительность к святости и построение верных приоритетов ценностей. Если непонятно о чем это речь, то можно пояснить. Первой ценностью должна быть земля Израиля, возвращение всего народа на землю Израиля, построение храма, все остальное потом. Создание здесь благополучия Швейцарии и так далее это потом. Окей. Ладно. Мы исчерпали весь лимит времени. Очень надеюсь, что удалось мне вас заинтересовать новым взглядом на Талмуд, на споры мудрецов. Безусловно, это требует большого и долгого изучения. Но, по крайней мере, мы что-то с вами постарались представить. Огромное спасибо всем за внимание. Желаю хорошего Песоха и желаю того, чтобы Моца, Горькая Зелень и Рассказ об Исходе все это пошло нам на пользу, то есть произвело на нас действительно настоящее действие духовное дало нам в заряд, по крайней мере, на целый год бороться за свободу, выявлять истинные ценности и стремиться к ним. Всего самого-самого доброго. Натан, мы 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 мы